Боже, будь милостью ко мне грешному, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Достойно есть я кого истинному, блажите тебе Богородицу Пресноблаженную и Пренепорощенную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую, хирургимую, славнейшую, воистину, Сарафим. Без истления Бога, Слова Рожешу Исущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и вовеки, веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы измертвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради причистой твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых, помилуй, спаси нас, яко благо си человека любит, аминь. Боже, будь милостью ко мне грешным, создав имя, Господи, и помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешим, яко не коли же благою сотворить пред тобою, но избави меня от лукавы, да будет мне воля твоя. Да неосужденно отверзну устам и недостойно восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присной, во веки веков, аминь. Царю Небесной, утешите ли души истины, и же везде сын и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю. Прииди и вселися вны, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присной, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше Святый, посети исцели немощи наше Имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков, аминь Отче наш, иже, если на небесе Да светится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя Яко на небесе и на земле Хлеб наш насущенный дашь нам днесь И остави нам долги наши Яко же и мы оставляем ложнюком нашим И не веди нас во искушение Но избави нас от лукавого Ибо Твое есть Царство, Силы и Слава Во веки, аминь В оставши от сна припадаем Теблаж ангельскую песню Опиемте сильные Свят, 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 если Божий Богородица и помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Отодраясь на возбекме, если Господи Умой просвети и сердце И уснемой отверзывая же петь Святая Троица Свят, 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 если Божий Богородица И помилуй нас И ныне и присно, и во веки веков, аминь Внезапно судья приедет И к его же деяния обнажаться Но страхом зовем полуночи Свят, 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 если Божий Богородица И помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй От сна восстав Благодарю Тебя, Всесвятая Троица И ко многеру твоя благость и долготерпение Не прогневался на меня ленивый и грешный Не погубил меня с обеззаконием моими Но широколюбствовал еси обычно И в нечаянии лежащего воздвиг мне еси Моя же утренненькая, славословная, держава твою И ныне, Владыка, просветимая и очень мысленная Отверзли мои уста, поучайте со стадицем твоим И разумете заповеди твоя И творите волю твою И пейте тебя во исповедании и сердечнем И воспевайте все святое имя твое Отца и Сына и святаго Духа Ныне и присно, и во веки веков, аминь Приидите, поклонимся царем и нашему Богу Приидите, поклонимся Христу, царю и Богу нашему Приидите, поклонимся и припадем К самому Господу Иисусу Христу, царю и Богу нашему 112-й Псалом Аллилуйя Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне Да будет имя Господне благословенно Отныне и во век От восхода солнца до запада Да будет прославляемо имя Господне Высок над всеми народами Господь Над небесами слава Его Кто, как Господь Бог наш, Который обитая на высоте Преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю Из праха поднимает бедного Из брения возвышает нищего Чтобы посадить его с князьями С князьями народа Его Неплодную вселяет дом матерью Радующейся о детях Аллилуйя 113 Псалом Когда вышел Израиль из Египта Дом Якова из народа иноплеменного Иуда сделал со святыней его Израиль владением его Море увидело и побежало И Ордан обратился назад Горы прыгали как овны И холмы как ангцы Что с тобой море, что ты побежала И что с тобою И с тобою, Ордан, что ты обратился назад Что вы прыгаете горы как овны И вы холмы как ангцы Перед лицом Господа трепещи земля Перед лицом Бога Яковлева Превращающего скалу в озеро воды И камень в источник вод Не нам, Господи, не нам Но имени Твою дай славу Ради милости Твоей, ради истины Твоей Для чего язычникам говорить Где же Бог хит? Бог наш на небесах Творит все, что хочет А их идолы Серебро и золото Дело рук человеческих Есть у них уста Но не говорят Есть у них глаза Но не видят Есть у них уши Но не слышат Есть у них ноздри Но не обоняют Есть у них руки Но не осязают Есть у них ноги Но не ходят И они не издают Голоса гортанию Своей Подобно им Да будут делающие их И все надеющиеся на них Дом Израилев Уповай на Господа Он наша помощь ищит Дом Ааронов Уповай на Господа Он наша помощь ищит Боящийся Господа Уповайте на Господа Он наша помощь ищит Господь помнит нас Благословляет нас Благословляет дом Израилев Благословляет дом Ааронов Благословляет боящихся Господа Малых с великими Да приложит вам Господь Более и более Вам и детям вашим Благословены вы Господом Сотворившим небо и землю Небо Небо Господу А землю Он дал сынам человеческим Не мертвые вас валят Господа Не все нисходящие могилу Но мы будем благословлять Господа Отныне вовек Аллилуйя Сто четырнадцатый Псалом Я радуюсь Что Господь услышал голос мой Моление мое Преклонил ко мне ухо свое И потому буду призывать его Все дни мои Объяли меня болезни смертные Муки адские постигли меня Я встретил тесноту и скорбь Тогда призвал я имя Господне Господи Избавь душу мою Милостив Господь И праведен И милосердь Бог наш Хранит Господь Простодушных Я из немог И Он помог мне Возвратись душа моя В покой твой Ибо Господь Облагодетельствовал тебя Ты избавил душу мою От смерти Очи мои от слез И ноги мои от преткновения Буду ходить При лицом Господнем На земле живых Слава Свою Сыну И Святому Духу И ныне Присный во веки веков Аминь Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Боже Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Слава Отцу и Сыну И Святому Духу И ныне и пресно И во веки веков Аминь Аминь Многомилостивый И всемилостив Боже мой Господь Иисус Христос По великой любви Ты сошел и воплотился Чтобы спасти всех И снова Спаситель Молю Тебя Спаси меня по благодати Ведь если бы ты за дела Спас меня Это не было бы благодатью и даром Но скорее долго Истинно так Богаты с страданием И не изречены в милости Ибо ты сказал О Христос мой Верующий меня будет жить И не увидит смерть вовеки Если же вера в Тебя Спасает потерявших надежду То вот я верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой И Создатель Да вмеется же мне вера Вместо дел Боже мой Ибо не найдешь Никаких дел Оправдующих меня Но вместо всех дел Да будь довольна вера моей Пусть она отвечает Пусть она правдает меня Пусть она соделает меня Участником славы Твей Вечной Да не похитит меня сатана И да не похвалится тем Что торг мне Твоей Слово Божие Руки и защиты Но хочу ли Или не хочу Спаси меня Христос Спаситель мой Скорей приди ко мне на помощь Поспеши я погибаю Ты Бог мой Очерю матери моей Сподоби меня Господи Ныне возлюбить Тебя Как я возлюбил Некогда тот самый грех И вновь послужить Тебе Без ленности Как я прежде работал На сатану Больстителя Буду же прежде всего Служить Тебе Господой Богу моему Иисусу Христу Во седней жизни моей Ныне и всегда И во веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь мне влюсти Мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступить Ни за невоздержанность мою Не дай возможности Сгума демону Посидеть мне себе Посредством этого смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся Мою руку Не выведи меня на путь спасения О святой Ангел Божий Хранитель и покровитель Беда ему души и тела Прости мне все Чем я оскорбил Тебе Во все дни моей жизни Если я чем-то грешил Прошедшую ночь Защити меня настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского Чтобы у меня Не прогневать Бога Никаким грехом И молись за меня Как Господу Чтобы Он Отвредил меня Страхи Своем И садил меня Рабом Достойно Своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица Моя Богродица Святыми Твоими И всесильными мольбами Отгони от меня Ничтожного Несчастного Раба Твоего Уныние Забвение Неразумие Нерадение И все скверные Лукавые И хульные Помышления От несчастного Моего сердца И от помраченного Ума моего И погаси пламя Страстей моих Ибо нищ И слав Избавь меня От многогубительных Воспоминаний И намерений И освободи От всех Козлов воздействия Ибо Ты Благословен От всех родов И Твое Почетное имя Славится Во веки веков Аминь Аминь Молите Бога Святые угодники Божие Игнатия Владимир Ибо мы Сердных Вам прибегаем К скорым Помощникам И молитвникам О душах наших Благородица Дева Радуйся Обрадована Мария Господь С Тобою Благословена Ты в женах И благословен Плоть чрева Твоего Яко родила Иси Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Честнага Животворящего Христа Господня Не остави Нас грешных Уповающих На Тя Спаси Господи Люди Твои И благослови Достояние Твое Победа Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помилуй Отцам Духовного Родителей Сродних Благодетелей Митрополитов Марка Николая Агапангела Тихона Антония Священная Ирия Акима Павла Геннадия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Владимира Максима Андрея И Глебу Не дай погибнуть Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Франциска Корнили Александра Деодора Митрополитов Тихона Илариона И весь Священнический Иношеский Чин И высших Неслужителей Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Да еще Священника Рожденного Свыше Который Благовестник И место Для занятия Смири власти Воинства Их Наведи страх На них И через них Сотвори Благой От Церкви Твоей Умудри их И сдавать И исполнять Добрые законы Это Достойно Жить людям Чтоб Было Еще Уделять Нуждающимся Преобразуй Из сердца В духовное Владимира Михаила Засепа Рамзана Владимира Александра Дагена И Амана Сохранить От покушения На них И даруй Мир Израилю Россию Украине Сирии Белоруссии Карабаху Казахстану Канаде Где смуты И мятежи Мы молились Об этих Смутьянах Алексея Ильи Чтобы ты Показал им Ту бездну Куда не Завлекает Людей Митингами Протестами Ничего Не давая Взамен Кроме Вечной Погибели И ты Убрал Одного Явил Могущий Сыну Деснису Твою Услышал Молитвы Хвала Тебе Илью Господю Умудри Его Искать Путь Спасения Дабы Кто-то Ему Засвидетельствовал Любви Твоей Божьей Слава Тебе Милосердный Создатель За Тихую Мирную Ночь Что Жизнь Нашу Продлил И Разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Наши Таланты Дарованное Тобою И для Всего Пошли нам Добрых Помощников Наставников Советников Да будет Благословен Этот день Которого Никогда Не было Во Вселенной И мы Совершенно Не знаем Что Нас Ожидает В нем Научи Нас Во всем Доверяться Твоей Заботе О нас Твоему Промыслу О нас Ибо Верующих В Тебя Рожденных Свыше Водимых Духом Святым В радости Исполняющим Святые Твои Заповеди Ты дал Наименование Святые Мои Избранные Мои Боже Помоги Нам Оправдать Эти дивные Названия И в вечности Быть С Тобою Слава Тебе Милостерный Господь И Бог Наш Слава Тебе Услыши Молитву Воздыхающих Желающих Иметь Добрую Работу Для Жизни Своей Для Семьи Никиту Виталия Николая Андрея В Твоей Руке Господи Все это Услыши Мольбу Нашу И Ответь На нее Слава Тебе Христе Боже Наш Найди Все Наше Родство Евдокию Валентину Ирину Татьяну Ирину Марфу И благослови Путешествующих Раису Льва Виктора Андрея Александра Галину Слава Тебе Христе Божий Наш Посети Болящих Дай Силу Безропотно Перенести Страдания И пошли Мы Селение Кирилла Алексея Сергея Антония Михаила Даниила Павла Виктора Виталия Надежду Любовь Людмилу Надежду Надежду Александру Будь Милостив К ним Господи Неанилу Даруй Здравия Дабы правильно Им пользовались Для славы Твоего Имени Воззай Милостью Всем Кто строил Эти жилища В которых Мы находимся Ты Благословил Михаила Елену Романа Екатерину Иметь Своё Жильё Слава Тебе Первые Христиане Не имели Ни одного Храма На всей Земле Но они Ежедневно Собирались По домам Прославляя Тебя Вникая В закон Твой Святой Соделай Чтобы Добрые Соседи У них Были Кому Возвестили Слово И были Как храмы Бога Живого Аллилуйя Я тяжко Недуга Пьянства Избавил Павла Михаила Андрея Владимира Потерянного Александра Найди Жив ли он Покажи Господи Блуждающих Алексея Сергея Останови Дабы Не обманывали Себя И людей Слава Тебе Христе Боже Наш За великую Милость Твою Что Позволил Нам Вступить В великий Этот Пост И И благословенно Мы продвигаемся Вперед Слава Тебе Боже Наш Как Говорит Златоуст Не радуйтесь Что Половина Поста Прошла Радуйтесь Что Половина Грехов У Была Помилуй Прости Наследие Твое Аллилуйя Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебя Наш Бог Его Во Воочи Свят 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 Господь Сава Вся Земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышней Богу На земле Мир Человека Благоволение Благодарю Тебя Господь За тот День В который Дал мне Верую В Тебя Страх Пред Тобою И ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот День Который Дал мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов И каноны Церкви Соборов Как на Истину Аллилуйя И вечности Воздай Милость Всем Кто Трудился Над Моей Душой Возрастанием И в Тебе Марию Степана Александра Михаила И Анну Пресвятая Госпожа Богородица Пресна Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Твоими Святыми И сохрани От всего Что не Славит Господа Господи Благослови Всех Воздай Милостям Кто Помог Нам Свершить Миссионерские Путешествия По многим Странам Мира Сколько Людей Обратилось Через Те Подарки Которые Дал Там В виде Книг Садилась Чтоб Посеяна Нами И далее Приносила Плоды Прославляющие Тебя Не нам Не нам Но имени Твоему Дай Славу Аллилуйя Благослови Виктора Николая Павла Зинаилу Владимира Дмитрия Надежду Людмилу Будь Милостив Господи К ним Благослови Кирилла Самиру Наума Валентину Вилла Хвала Тебе Наш Господь И слава И посеянная Нами Сохрани И защити От недругов И возри На угрозы Противящейся Истины На потоке Лжи Изливаемой Ими Которая Не скрывает Своё желание Уничтожить Наше Сокровище Это Общение В интернете Наше Селение Так Похоже Что похулили Враги Духа Святого И молитва Не достигает Господа Но в судный день Господь Не помяни их Безумие Ибо не знают Что творят И благословь Богодетели Наших Воздаем Добром Елену Обрати Евгения Наталья Надежда Юрия Эдуард Мы просили Мы просили Господи Тебя Помощь И Бог И Бог Наш Господи Научи Жить И в бедности Имея Пропитание Одежи Быть Благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать Быть Во всем Экономным Видеть Нуждающихся В нам Помощи И по мере Сил Помогать Боже Наш Слава Тебе Каждому Доброе Жилье И Сергею Гавриилу Святитель Шестов Никола Мирликийский Чудотворец Образ Крутости Воздержания Добрый Архипастер Словесных Овец Моли Бога О нас О нашей Живности Через Которых Господь Облегчает Наше Пребывание На этой Земле Ее Доли Печали Молите Бога О нас Святые Пророки Божии Илья Елисей Енох Моисей Самуил Аарон Ио Авель Ной Иосиф Патриархи Езраниэми Амос Наум Исайя Иеремия Варух Изыки Иосия Иаиль Агей Сафония Захария Малахия Давид Нафан Данил Отрхи Пророк Михей Аврам Исаак Иаков Да исполнит Господь Духом Святым Церковь Свою Дебы день Прихода Нашего Отшествия Не застал нас Неготовыми Но чтобы вышли На встречу Тебе Боже С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Или добрых Дел Соделанных Духи Святом И с Любовью Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Ангелы И Архангелы Херувимы Серапимы Все небесные Силы Престолу Божию Предстоящие Святые Апостолы Петр И Павел Евангелисты Матфей Марк Писание Ибо Через них Мы думаем Иметь жизнь Вечную А они Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Мученики Игнатий Богоносец Поликам Смирский Усин Философ Космай Дамьян Андрей Стротилат И Ирон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Некомедийский Георгий Победоносец Понятий Лимон Сорок Святых Мучеников Молите Бога О нас Да укрепит Господь Народ свой Дабы Никто Не принял Начертания Зверя Антихриста На челу Или правую Руку Господи Благослови Взятых Из семей Отправленных На фронт На военные Действия Никиту Александра Максима Иоанна И неведомых Нам Сохрани И защити И чтобы они Не оскверили Чужой кровью Дабы Они постоянно Повторяли Для себя Написанной В Откровении 13.10 Кто ведет Плен Сам пойдет Плен Кто убивает Мечом Тому Надлежит Быть убит Мечом Здесь терпение И вера Святых Дай им То и другое Господи Чтобы смущающие Агитирующие Их священники Взять оружие Не добились Своего Но дети Твои Устояли Да истинное Духовное Рождение Чтобы они Там были Как Светельники На подсвечники Как город На вершине горы И возврати Их с миром Домой Будь милостив Спаситель Молите Бога Нас Да укрепит И сохранит И сохранит Нас Господь В святой Православной Вере А замы Сиритиков И сектантов Разруши Разбей И мечтой Преврати Сколь много Добрых людей Враг Увлек Секты В каком Любовь Спаситель Непокорилась Это от мир И сохраняющего Благодарю тебя Говори Говори Господи Владыка Слушают И дослышат Рыбы Твои Голос Твой Аминь Мир всем И доброе утро Всем На сегодня Это вчера Уже вечером Не считается Молитва И према Сирина А воскресенье Завтра Вечером Уже наступает Понедельник Опять Так же Целиком 16 Земных Поклонов Говорят Какие искажения Ну В первую очередь Господи Владыка Жива Там И дальше Говорится Слово Сребролюбие Избавь Выбросили С этим Облечили Себя Почему Так тогда Шикарно Жить нельзя Именно Сребролюбие Завершает Все Корень Всякого Зла Сребролюбие Говорит Апостол Павел И Четыре поклона Оставили Земных Да и Кто Не делают Их 16 И все Надо Земные Никто Это не Отменял Вот вы Если тут Внимательно Смотрите У нас Семенов Вячеслав Сергеевич Он сдает Экзамены За два Курса Сразу Он поступил В прошлом Году И В следующий Год будет Он На четвертый Курс Уже Переходит Ну и Там Кормят Где экзамены Сдают А он Не ходит И спрашивает Почему он Говорит Ну Пост сейчас А там Так там Рыба Так нельзя Рыбу Как нельзя Так батюшка Благословил И ответ Какой Я неспокойно Тогда нарушаю Это батюшка Благословил Как будто Шахтеры Какие-то Трудная Работа Или потерпели Кораблюшение И куда-то Несет В море И у них Нет никакой Пищи Ничего Этого Нету Батюшка Сказал Ну давайте Представим себе Такую картину Внимательно Слушайте Батюшка Этого Который Сказал Выставите По порядку Начнем И они Из разных Мест А которые Здесь Батюшка Один Или Кто-то Батюшка Дома Остался Там Или Который Экзамены Принимает Вот вопрос И вот Он Стоит Я Благословляю А ему Говорят Архиерей Сказал Нет Не благословляю Архиерей Сказал Ваш Исполнять Это 65 Правило Апостольское Кто Не соблюдает Избергается Из церкви Отлучается На два года Он сразу Нет Я Не Разрешаю И каждый Скажет Вот он Сказал Я Разрешаю А тут же Архиерей Появился Только Послушай Я Архиерей Здесь Ну Нет Нет Я Тогда Нет Поверьте Но Соборе На Соборе Триста Архиереев И в общей Сложности Подтвердивший Этот закон Полторы Тысячи Архиереев Подумайте Какой-то Священник Мы его не знаем Какой он Добрый Недобрый А я Отменяю Это все Шестой Вселенский Собор Второе Правило Говорят Что Эти законы Изделекли Трубы Духа Святого Не люди Не архиереи А через них Дух Святой Какие Клятвы Наложены На тех Под проклятие Анафьеву Кто будет Изменять Сегодня Мы буквально Все Должны Услышать Это И остерегаться Тех Которые Толкуют Что-то Благословляют Вопреки Слово Божие Как Феофан Затворник Говорит Священник Я благословляю А Бог Говорит Я не Благословляю Что Будет Там Утверждено Почему Это Трубы Духа Святого Научитесь Так Рассуждать Четко Стойте На этом Я что Вам Говорю Это Реальность А то Что Они Говорят Это Написано Вилами По воде Человек Говорит Там Гордости Не будет Ничего А Своеволия Выбросили Господи Ладыка Животам От Серебролюбия Не надо Избавлять Почему Его Любим А так В самом Деле Дохода Не будет От Этих Свечек Гнилых Свечки Какие Они Там И Зеленые И Синие Это Никому Не Нужны Нечистые Свечи Там Парапины Пирозин Еще Только Не Натолкана Какая Копоть Иконы Портятся Катаракта У Человека Священнику Надо За Опасную Местность Такую Что Они Кадят Тоже Нечистое Молоко Разрешается Рабочим Которые Работают В поврежденном Воздухе Это Уже Как Шутка Какая Надо Быть Внимательным К этому Все Что Есть Говорит Василий Великий Меняется В Человеке Когда он Обращается Борода Не нужна Она Не нужна Тебе Почему Бога Не знаешь Если бы Ты знал Что Тебя Бог Сотворил Ты Назван Храмом Бога Живого Какое Ты имеешь Право Подправлять Картину Рапаэля И других Мировых Светил Рискнешь На это Нет Так Это Картина Человек Когда Поется В лепоту Обличись А говорится О Христе Который В лепоту Лепота Это Великолепное Слово Это Красота Дух Святой Трое лицо Троица Облеклось Красоту Человеческого тела Ничего более Сложного Удивительного Чудного Нету Как Человеческий Организм Человек Является Звеном Между Духовными Ангелы Духовные И между Плотскими Это Звери Птицы Насекомые Присмыкающиеся У них Только плоть Души Нету Ни у льва Ни у обезьяны Ни у кого Нету А человек Имеет И душу Связь С небесным И тело Связь С земным Вот он Посредник Как бы Посредник Как-то такой Что если бы На нас Бог принимал Жалобы Нам бы До обеда Не дожить Представьте Корова У меня Стихотворение Написано И она Молоко Дает Человеку У ней Родился Теленочек Она его Лежит Его сразу Отобрали Она Мычит Несколько дней А у него Уже нету Бывает Забили его Или что-то На что-то Нужно А бывает Вырос Зарезали Мы когда Подходим К скотине То Скотина Трепещет Человек Господь Говорит Все звери Птицы Все тебе Будут бояться Не потому Что Режет Тогда не было Об этом Речи А просто В человеке Заложено Это А сегодня Куда он Не придет Он везде С ножами Ну Хорошая Одни Мы взяли Поросеночка Такой Хороший Мы его Моем Он на Простынях Спит Но она Ж растет Хрюшка И вот Она Выросла Дальше Это Некуда Они Приучили Она Отдельно Выйдет Она Чистоплотная Такая Но Они попросили Соседа Чтобы Надо ее Заколоть Куда Больше Это Понятно Живут Там На Пятом Этаже Как она Визжала Как она Кричала Что она Кричала Мы не знаем Но можем Подумать Кричала Звала По помощи Что мать С дочкой Жили Ее холили Там И расчесывали Под подворотком Чесали Ей приятно Это И никого Нигде Нету Надо еще Это понять Какой Стон Жалобы Идут На нас Так а что Тогда мясо Не есть Ну не ешь Антон Павлович Чехов Писатель Своего брата Называл Трупоедом За то что он Мясо ел Трупоедом Ну это так и есть Труп Человек умер Труп Животное зарезали Труп Трупоеду А я без мяса Не могу Как не можешь До потопа Не ели Ели Жили Не просто так А до 900 лет А у нас 90 лет Вот долгожитель А ровно в 10 раз меньше Вот когда задумаешься Об этом А дальше ели И сейчас тоже В Задборном Там был Как И вот Люблю От на Украине Да с чесночком И тут же Немного погодя Да и помер Правда Начал Бога Трогать Вот какая Задача то у нас Без мяса Вполне Можно обойтись Я не рекламирую И не против Но просто говорю Посмотрите Вот у нас В общине Тоже пришлось Поработать Что-то приносили Никакой колбасы Потому что В нее добивают Свинину Для нас Она не является Нечистой Чистой Разрешается Но вокруг Нас живут Мусульмане Почти 2 миллиарда А они Придерживаются То что у них Есть Наполовину Свиню не едят А верблюда едят А у верблюда Копыта Неразвоенные Его тоже нельзя 11 глава Левит Они этого не знают Но главное Что мы Соблазном И горе Через кого Соблазн приходит Легче Чтобы мы Жорнов На шею повесили Потопили В оглуне морской Чтобы никто Тебя не достал Там вместе С Титаником Где-то Вот какие Страсти Бог накладывает На человека Который Не заботится О спасении Ближнего А ближнего Кто К нам близкий Сосед у меня Мусульманин Семья его Хорошие люди Я их знаю Они в близких Отношениях У меня есть Мы им говорим А можно есть Можно Но мы не едим Но вообще У нас мясного нету Вот завтра Благовещение Разрешается рыба А если рыба Разрешается Значит растительное масло Сегодня растительное масло Только Еще будет рыба Наверное воскресенье Но самое интересное Лазарева суббота Одна такая Лазарь воскрес Рыбу нельзя А икру можно Монахи Как вы думали Икра Это живое А это гробница Гробница Из нее вышел Лазарь Вот Не придумаешь такое Ну везде Там можно Икра Можно Если игра Это же не игра Вот такое Вот когда начинаю Говорить об этом Как будто бы Новинка какая-то Вот ты же сам-то Думай маленько Вот мы собираемся Делимся Днем-то Вопросы все задают К слову сказать Я утром Открыл маленькое окошко Бывает у кого-то Срочно Он уезжает И что-то Хочется сказать Я на это Отдаю 7 секунд Сначала мы сейчас Увидим Кто есть или нет Слава Богу И никто не просится Обойдемся пока И вот Люди Которые не знают Бога И чего только Они не придумают Вот говорят А вот шотландцы Носят юбки Ну что спрашивают Не христи А женщины Посмотрите В брюки все залезли Кто это Америка Это март 2000 года А можно назвать Даже число Как сорвались Ой да как удобно Женщина Удобно все Что противно Богу Удобно очень даже Выпить Быть веселым Наркотик принять Такой Кайф у человека Ты думаешь Что Богу угодно Твое Тело свое Сохрани И вот о чем мы говорим Это надо и другим говорить Вокруг нас всегда Есть какие-то люди Свидетельствовать О любви Божией Сказать Великий пост Обычно Ну я первую неделю Последнюю Чего ради Зато он говорит У царя Семь дочерей И ты почтил Первую Вторую Остальными Пренебрег Ему понравится И так эти недели Притом у нас Фактически-то и нету Настоящего поста Просто меню Меняем Настоящий пост Когда человек Не пьет и не ест Ничего Не пьет и не ест И молится И так что я буду Дома сидеть Потому что Нет Он работает Продится Хоть и лица И вот Я его не видел У меня знакомый был Я в Исхитиме Когда жил И все Ну это Не подражание А предмет удивления Человек в годах Это одна из самых трудных работ Такая Вытащи на берег Бревно Попробуй Может кто-то ему помогает Когда Но главное Распиливает Я его не видел Но я там жил В Искитиме На Новосибирской области Я знал людей Которые Действительно Постники Вот у меня бабушка была По отцу Евдокия И говорили Что она Вот Загубание Она в понедельник Вторник Среда В рот ничего не брала В четверг Только видно Что она усыхает В четверг Она один раз Скушала И потом только Воскресенье Пасха Христова Это в моей природе Были По матери Это Егор Иларионович И Устинья Ивановна Мы их захватили А отцовых То родители Не видели Отцовых Вон Тихон Дмитриевич Дмитрий А они были Старообрядцы Попутно сказать И Старообрядцы Делятся на две группы Одна которая Священство имеет А другая Бессвященство Которое Священство имеет Это настоящая церковь Это которая Где они там находятся В Москве Старообрядческое место Такое Вот Австрийские наши Они в Австрии Вначале скрывались Теперь есть И Новозыпковская Вот Две Отрасли Оба со священством А они Священники Которые Больше Пятидесяти Разных названий Друг друга не признают Это раскольники Вот так Это тоже Не помешает Знать Где когда Молишься Как к ним Остановиться Нам не Вот А есть такое Промежуточное Изменное Ниноверцы Все по Старообрядческе Но священство Дает патриархия А не два Перста Точно так Вот Так приучены Посты Все соблюдают На Рогожском Кладбище Там они рядом Вот Недавно Наши братья Там были Митрополит Корнилий И он Даже На сценарии Книги Подарили Я сказал Подарить Его видимо Сильно Тронуло Это И он Начинает Выступление Митрополит Как у нас Патриарх Если есть И вот И говорит А вот Такой-то На меня Книги Подарил И Обвиняют Нас И в чем-то Он прав Но что Не проповедуют Они А пришел Отстоял И ушел Домой И поэтому Старообрядческая Проповедь Одна Везде Ты еретик Переходи К нам Больше Ничего Нету Ты еретик Переходи К нам И что бы ни взял Новый Завет Старый Завет Перевод Неправильный Никоньяни Испортили От Никона Реформа Значит Никоньяни Этого Спросить Не могут Евангелие Переведено Неправильно Так переведите Правильно 360 лет Прошло Нету То есть Из рук Вырвать Евангелие Тоже В данном Вопросе Тогда Выходят Едоверсы Самые Правильные Я ведь Смотри С чего Начал А теперь Вернусь К свящам Свящи Должны быть Чисто Восковые Левитам 10 глава 10 стих И говорит Отвечайте Чисто От нечистого Священное От не священного О чем говорил Еще Не один Святой Об этом говорил Серафим Саровский Говорил Что Столько Чисто Восковые А не так Что еще Попала Слепленная И еще Вот столько Не догорит Там стоят В черном Одеянии Бабки Тушат Переплавливает Их Варье Всесожжение Жертвы Всесожжение Всесожжение Вот у нас Община Больше 30 лет Две общины И ни одного Огарка нет Она должна Догореть Помигает И погасла Можно это сделать Не сделают Почему? Копейки И нету Избавления От стремролюбия И поэтому Трусость и корысть Вот Краснов Левитин Об этом пишет Трижды больная Этим Церковь моя Православная Трусость И корысть Корысть И трусость А человек Если трусит То на что угодно Покажет На кого угодно Пытает его Другого Поддел Расстреливают В 1937 году У кого Показания Он пытки Не выдержал А вот Были такие люди Которые выдержали Как Константин Константинович Аркасовский И потребовался И поставили его И стал маршалом Никого не выдал И вошел в историю А другие Начинали Лишь бы меня Не мучили Ну сколько Немучий Конец Та будет Хоть сто лет Как Сердцем Саровский Говорит Вся комната Наполненная Червями И грызут Тебя во всех Направлениях Ну недолго Сто лет Ну ради Вечности Стоит Претерпеть Это Видите Как просто А здесь Ну да Ногти Оторвали Там Загнали Иголки Тебе Ну Всякие Пытки Пытки Ломают Кости Тебе Это Переносимо Все Мы не знаем Как будет Мы считаем Вера Надежда Любовь Девочки 8-10-12 лет Как их мучили Что отрезали У них И она Нарисим Сыновей Маковейских Вторая Маковейская Книга Седьмая Седьмая Глава Какие Пытки На Огромных Сковородах Их Жарили Живьем И в топку Бросали А они Выдержали И сама Мать рядом Уговаривает Их Чтобы Не отреки Сынок Тебе Семь Братьев Шестеро Уже Ушли Вот Меня Когда Ждали На Политические Какие Статьи Я по Политической Статье Шел А до Эта Должен Пройти Проверку Специально Психиатрия Там есть И военные Отправляют Человека Туда Этапом А там На ним Наблюдают Смотрят Вменяемый Или Невменяемый Стоит Его судить Или послать Где-то Пивные Ящики Колотить У меня Они Уже Все ушли Которые Я вижу Со мной Вместе Никого Нет Уждут Какое-то Светило И Приехало Мазур Моисей Ааронович Попробуй Догадайся Какой Национальности Моисей Ааронович Он Со мной Беседует Говорит А вы Голоса Слышите Какие Я говорю Слышу А какие Я говорю За дверями Матерятся Да не про это Я Сами Так Когда И дальше Начинает А вот Вы Знаете Зою Космодеменскую Я говорю Знаю Ее повесили Немцы Правильно А Варвара Великомученица Тоже А чей подвиг Выше Он уже Знает Я верующий Я скажу Варвару Я говорю Конечно Зоя Космодеменская Как так Да так Она умирает У нее ничего Нету там Она не верующая Она расстается С этим светом Она не увидит Тех Кто послал ее На верную смерть Ни родителей Никого не увидит А Варвара Она знает Где скоро Отец ее гоняют Убивают Пытают ее Она знает И грудью Отрезанной Все Сегодня вернется Как только Душа выйдет Она Знает Что вернется А та знает Что ничего Не вернется Ну и считающий Подвиг выше Ну и написали Вменяемый Можно судить Дурака Интересно так Ну и все Вот видите Какой опыт Куда тебя Загонят Не все Те три Боятся Это самое трудное Когда берут Они тебе Уколы ставят А у меня В армии Еще началось Когда я Уверовал Меня подвешивали Надували Тело Как бочку Сделают В ноги Закачивают Раствор Рядом Врач Сидит Со шприцом Еще в Бога веришь Один укольщик И встреча с Богом Бог сохранил 62 года Я уже иду После этого Когда они Мне обещали смерть Меня бы не выпустили Как бы не отец Отец инвалид войны А я выбрасывал Везде Где был Записки Я там-то Там-то И отец приехал Кажется с матерью Счастник войны И то другое И они отдали Еще укол дали Вы его все равно Привезете Если бы я выпил Хоть Рюмку одну Все пропало Все бы взыграло Но жар В душе горел Молоко Если ты пьешь Оно холодное Оно Горящее тебе От простуды А Когда холодное Для простуды Я только мог пить Молоко Которое в бетончике Я раздоблю Это шуга называется Со льдом Я со льдом пью Только тогда Остальное меня обжигает Как будто Постепенно Постепенно И все прошло Опять же Милость Божия Чтобы я выжил И с вами встретился Видите как Так Я кое-что скажу Конкретное кому Валентине Сергеевне Капилиной Все послано вам Как только получите Дайте знак Сразу Ну На меня можете И на Елену Я вижу что Она сразу выполнила А я уже второй Третий раз Я переспрашиваю Послала или нет Это вам не за деньги Это за ваши труды Хотя сам я Если так разобраться По макушку В долгах Это не долги А которые люди помогали Нам не издать Никогда было бы Вот сейчас Издавать Проповеди В освете Святой Библии Это шесть томов И каждая книга Примерно 1300 страниц Бумага Это первосортная Да в каждом томе Будет 114 страниц Цветных фотографий Но это где-то По предварительным подсчетам 9,5 миллионов стоит Попробуй издать Поэтому все Начинайте об этом молиться И откладывайте Потом сразу Можете на это взять деньги Или пожертвовать А получите что Купленное вами Кому-то подарить Священникам Тираж какой будет Едва ли 500 Меньше не берут они Мы не знаем Как уменьшить Поэтому поля Совсем маленькие Оставляют А там Вячеслав этим занимается Итак Сообщают Что у нас Каждое утро Считается Слово Божие Новый Завет С толкованием Блаженного Тефилакта И две сестры Взяли на себя Этот труд Вот Хапильна Валентина Сергеевна Симоненко Ольга Николаевна Попеременно Итак Дорогие сестры Ваше время Благослови Господи На чтение Священного Писания С толкованием Блаженного Фефилакта Дару разуметь Написанное Исполнить волю Твою Во славу Имени Твоего Святаго Евангелие От Марка 16 глава С 9 по 14 стихи Воскреснув рано В первый день Недели Иисус Сивился Сперва Марии Магдалине Из которой Знал Семь бесов Она пошла И возвестила Бывшим с ним Плачущим И рыдающим Но они Услышав Что он жив И она Видела Не поверили После сего Явился В ином Образе Двум Из них На дороге Когда они Шли В селение И те Возвратившись Возвестили Прочим Но им Не поверили Наконец Явился Самим Одиннадцати Возлежавшим На вечере И упрекал И за неверие И жестокосердие Что видевшим Его Воскресшего Не поверили Толкованием В день воскресный Так как Этот день Есть первый день Субботы То есть Седмицы Который Выше назван Единою От суббот Семь Бесов Противоположных Семи Духом Добродетели Как то Дух Бесстрадания Небоговизливости Дух Неразумия Дух Неведения Дух Лжи И прочее Противоположное Дарование Святого Духа Отвечаем Когда Евангелист Говорит Что Возвестили Прочем То разумеет Не одиннадцать Апостолов Но некоторых Других Этих И назвал Он прочими Так как Одиннадцать Видели Его Христа В тот же день В который И возвратившиеся Из села С пятнадцатого По двадцатой Стихи И сказал им Идите По всему миру И Проповедуйте Евангелие Всей твари Кто будет Веровать И креститься Спасен Будет А кто Не будет Веровать Осужден Будет Уверовавших Последующими Знамениями Аминь Толкование Не сказал Проповедуйте Только послушным Но всей твари Будут ли Слушать Или нет Кто Уверовал Но не крестился А остается Еще оглашенным Тот не есть Уже И спасен Верующий Говорит Будет Сопровождать Знамения Изгнания Бесов Глаголания Новыми Языками Взимания Взимания Змей Ибо Бог Содействует Нам Тогда Когда мы Действуем И полагаем Начало А когда мы Не действуем Он не Содействует Заметьте то Что за словами Следуют дела И слово Утверждается Делами Как и у апостолов Тогда слово Утверждали Последующие Дела И знамени О если бы Христе Слово И наши Слова Которые Мы говорим О добродетели Утверждались Делами И поступками Так Чтобы мы Совершенными Предстали Тебе Содействующему Нам Во всех Делах И словах Ибо Тебе Подобает Слава И в словах И в делах Наших Аминь 68 Комментарий Игнатий Тихонович Иезекииль 2.7 И говорим Слова Мои Будут ли Они слушать Или Не будут Ибо Они Упрямы Проповедуйте Все Твари Будут Ли Слушать Или Нет Благо Проповеднику Когда он При жизни Видит Плоды Своей Проповеди И как Тяжело Наблюдать Когда На сотне Проповедей Едва Ли Одна Душа Обращается К Богу Иоанн Затауст Тверждает Что Так Как От человека Не зависит Благодать Обращающая А награда Будет За труд То Вечности Тот О чьей Проповеди Никто Не Обратился Получит Награду Больше А тот Через Чью Проповедь Кто-то Обратился Этот Проповедник Часть Награды Получил Уже Здесь На земле В виде Той Радости Которую Ему Доставила Рожденная Чада И Тот же Добавляет Что Пусть Моя Награда Будет Меньше В небесах Только Покайтесь Обратитесь К Христу Евангелие От Луки Первая Глава С первого По четвертой Стихи Как уже Многие Начали Составлять Повествования Совершенно Известных Между нами Событиях Как передали Нам То бывшее С самого Начала Очевидцами И служителями Слова То рассудилось И мне Под тщательным Исследованием Всего Сначала По порядку Описать Тебе Достатки Почтенный Феофил Чтобы ты узнал Твердое Основание Того Учения В котором Был Наставлен Толкование Кто Были Эти Многие Которые Начали Жи Апостолы Ибо Точно Многие Составляли Евангелие Каково Например Евангелие От Египтиан И Евангелие С надписью От 12 Они Только Начали И не Окончили Поскольку Они Начали Без Благодати Божией Потому И не Окончили И так Лука Хорошо Сказал Многие Начали Подлинно Немногие Именно Матфей И Марк Не начали Только Но и Окончили Ибо Они имели Духа Творящего Совершенное О Совершенно Неизвестных Между нами Событиях Ибо Относящиеся К Христу Не просто Известно По Голословному Преданию Но Истинно Совершено Совершенно Верно И Вполне Доказательно Как же Скажи Лука Это Доказательно Как Передали Нам То Бывшее С самого Начало Очевидцами И Служителями Слова Из этого Видно Что Лука Был Учеником Не Сначала Но Впоследствии Времени Ибо Иные Были Учениками Слова С самого Начала Например Петр И сыны Зеведеевы Матфея 4 С 18 По 22 Стихи Ибо То Они То И передали Луке То Чего Он Сам Не Видел Не Слышал Прежде Я Наставлял Тебя Феофил Без Писания А теперь Передавая Тебе Евангелие В Писании Утверждаю Твой ум Чтобы Он Не забыл Преданное Без Писание Во-вторых Так Мы Люди Часто Имеем Обычай Когда Кто-нибудь Говорит Нам Без Писания Подозревать Его Что может Быть Он И Лож Говорит Но Когда Он Пишет Свои Слова Мы Верим Что Он И Не Написал Б Если Б Не Был Смело Уверен В Истине Своих Слов Так И Евангелист Говорит Для Того Я Написал Тебе Евангелие Чтобы Был Без Писания Имея Более Ко мне Доверие Теперь Когда Я Настолько Уверен В Преданном Без Писании Что Изложил Оное И В Писании С 1 по 5 стих 1 главы Во Дни Ирода Царя Иудейского Был Священник Из Авевой Чреды Именем Захария И жена Его Из Толкование Упомянул О царствовании Ирода С одной Стороны И желание Повествовать По примеру Пророков Ибо Они Начинают Так Во Дне Ахаза И Из И Такого Совершилось Следующее Исайя 1.1 Осия 1.1 Амоса 1.1 А с другой Стороны Поскольку Намерен Говорить О Христе Для Того Упомянул Об Ироде Чтобы Показать Что При Ироде Христос Воистину Пришел Так Как Иродсей Был Тогда Когда По Пророчеству Иакова Бытие 49.10 Не стало Князей Из Иудеев То Отсюда И доказывается Что Христос Пришел Прежде Рождества Христова Прилично Повествуют О рождении Иоанновом Которое И само Не без Чуда Поскольку Дева Имела Родить Но Благодать Предустроила Чтобы Старица Родила Не по Закону Природы Хотя И с мужем Что Значит Слова Из Авией Чреды Авией Чреды Соломон Окончив Храм Установил И Дневные Чреды То есть Седмицы В одну Например Седмицу Поставил Сынов Кореевых В другую Асафа В следующую Авию В иную Другого Второе Параполемнон 8.14 И первое Параполемнон 24.000 Глава Поэтому Когда Говорит Что Захарий Был Из Авиевой Чреды Нужно Понимать Так Что Он Был Седмицу Ави А не Так Что Он Принял Служение После Седмицы Ави Ибо Тогда Сказал Б После Чреды Ави А теперь Когда Сказал Из Ави Чреды Представляет Что Он Был Из Чреды И Седмицы Ави А Желая Показать Что Иоанн И другой Стороне По отцу И по матери Законно Был Из Рода Священнического Говорит И жена Его Из Рода Ааронова Ибо Не позволено Было Брать Жену Из Чужого Колена Но Из Того же Самого Числа 6 Глава 6 По 9 Стихи 6 6 И 9 Стихи Для Совета По Толкованию Значит Покой Божий А Захария Память Господня Слава Тебе Божий Наш Слава Тебе Спаси Христос Сестра Во Славу Божью Аллилуйя Отхожу На Несколько Минут Ухлетку И сразу На крыльцо Гимнастика Заниматься Хождение Никак Не набираю 7 Километров Все С Богом С Богом Аминь Спаси Христос Валя Татьяна Кузьминична Не было Христос Христос Слава 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 Продолжение следует...